Точно так же, как сборочная единица состоит из деталей, 3D-модель деталей в Solidworks состоит из отдельных элементов, комбинируя которые можно получить детали сложной геометрии. Все элементы 3D-модели отображаются в дереве конструирования. Старайтесь минимизировать их количество. Чем больше элементов модели, тем ниже скорость работы программы. Это особенно актуально при создании больших сборок. Элементы модели могут не только создавать тело детали, но и вычитать его. Отверстия и вырезы также являются элементами 3D-модели. Например, элемент вырез вытянуть 1 создает квадратное отверстие в центральной бабышке. По своему типу элементы модели можно разделить на две группы. Первые – это элементы на основе эскиза, либо нескольких эскизов. Рядом с такими элементами в дереве конструирования появляется стрелка, нажав на которую мы увидим абсорбированные элементом эскизы, то есть те эскизы, с помощью которых этот элемент был создан. Вторые – это прикладные элементы, которые применяются непосредственно к модели. Например, фаски, скругления или некоторые другие элементы. Как мы видим, они не имеют стрелки, а значит не имеют абсорбированных эскизов. Конечно же, основными в построении 3D-моделей являются элементы на основе эскиза. Именно с них мы и начнем знакомство с элементами 3D-моделей. Как уже было сказано ранее, для их создания необходим как минимум один эскиз, а для некоторых элементов необходимо не менее двух эскизов. Но к ним мы перейдем чуть позже. А пока начнем с изучения более простых элементов, для создания которых необходим всего один эскиз. Но любой ли эскиз подходит для элементов модели? Конечно же нет. Причем каждый элемент модели имеет ряд уникальных требований к эскизу. Для того, чтобы проверить, подходит ли эскиз для конкретного элемента, в Solidworks предусмотрен специальный инструмент, который вызывается следующей командой. Инструменты, инструменты эскиза, подходит ли эскиз для элемента. В появившемся окне выбираем элемент, для которого мы хотим проверить эскиз. Пускай это будет вытянутая бабышка. И нажимаем кнопку «Проверить». Если эскиз не подходит для конкретного элемента, программа укажет, какие требования не были соблюдены. В данном случае Solidworks сообщает нам, что эскиз содержит больше, чем один открытый контур, что недопустимо для данного элемента модели. Кроме того, программа предложит запустить инструмент «Исправить эскиз». Согласимся и нажмем кнопку «Ок». Данный инструмент позволяет обнаружить зазоры меньше определенного значения, которые можно указать. Такие зазоры могут быть незаметны при текущем масштабе эскиза. Данный участок эскиза будет увеличен, а в окне инструмента будет указано общее количество обнаруженных зазоров с кратким описанием проблемы. Давайте закроем инструмент и исправим данную ошибку. Соединив конечные точки отрезков. Согласитесь, обнаружить такой зазор самостоятельно было бы проблематично. Теперь заново запустим команду «Подходит ли эскиз для элемента». Программа выдаст следующее предупреждение. Эскиз содержит и открытые, и замкнутые контуры. И подсветит элемент эскиза, участвующий в конфликте. Теперь легко обнаружить часть дуги, выступающую за конечную точку. Воспользуемся инструментом эскиза «Отсечь» и удалим лишний участок. Еще раз запустим инструмент «Подходит ли эскиз для элемента». Отлично, больше ошибок не обнаружено. Значит, эскиз подходит для создания элемента «Вытянутая бабышка». Пожалуй, основными элементами при создании 3D-моделей являются «Вытянутая бабышка» и «Вытянутый вырез». По своей сути и принципу действия они абсолютно идентичны. За исключением того, что один элемент добавляет материал к твердому телу, а второй его удаляет. Для создания этих элементов необходим один эскиз. Как мы только что выяснили, эскиз должен иметь только замкнутые, не пересекающиеся контуры. При этом не допускается наличие петель, в которых пересекаются 3 и более элемента эскиза. Вызвать команды можно из меню «Вставка», «Бабышка основания», «Вытянуть» и «Вставка», «Вырез», «Вытянуть». Либо через менеджер команд, переключившись на вкладку «Элементы» и выбрав команды «Вытянутая бабышка» и «Вытянутый вырез». Особенностью команды «Вытянутый вырез» является то, что применять ее можно только к имеющемуся твердому телу. Пока в модели нет твердых тел, команда будет недоступна. Вызовем команду «Бабышка вытянуть». Обратите внимание, что если вы находитесь в режиме редактирования эскиза во время вызова команды, программа создаст элемент с помощью редактируемого в настоящий момент эскиза. Это правило актуально для всех элементов 3D-модели. После вызова команды откроется менеджер свойств с параметрами элемента. Рассмотрим основные из них. На вкладке «От» необходимо указать плоскость, откуда будет начинаться элемент. Возможно, следующие варианты. Плоскость эскиза. Элемент начинается от плоскости, на которой расположен сам эскиз. Это классический вариант, который используется в большинстве случаев, и он же используется как вариант по умолчанию. Поверхность, грань, плоскость. Укажите, с какой именно поверхности, грани или плоскости будет начинаться элемент. Вершина. Укажите вершину твердого тела или точку эскиза. Элемент будет начинаться с плоскости, параллельной плоскости эскиза и проходящей через указанную точку. Смещение. Укажите расстояние смещения плоскости элемента от плоскости эскиза. При необходимости изменить направление элемента, нажмите эту кнопку. На вкладке «Направление 1» укажите следующие параметры. Граничные условия. Для этого параметра возможны следующие варианты. На заданное расстояние. Укажите конкретное значение для размера глубины элемента. До вершины. Укажите конкретную вершину твердого тела или точку эскиза, до которой необходимо вытянуть элемент. До поверхности. Укажите грань или плоскость, до которой необходимо вытянуть элемент. На расстоянии от поверхности. Укажите грань или поверхность и расстояние, на котором закончится вытягивание элемента. До тела. Укажите твердое тело, до которого необходимо вытянуть элемент. Средняя плоскость. Укажите конкретное значение для размера глубины элемента. Элемент будет вытянут симметрично плоскости эскиза. При необходимости изменить направление элемента, нажмите эту кнопку. Добавить уклон элементу, можно нажав на кнопку «Включить-выключить уклон». Далее необходимо указать значение уклона. Если уклон необходимо выполнить наружу, поставьте галочку у параметра «Уклон наружу». При необходимости включите параметр «Направление 2», чтобы вытянуть элемент во втором направлении. А теперь давайте посмотрим на чертеж деталей рычаг. В соответствии с геометрией детали, нам необходимо вытянуть элемент на расстояние 29 мм от средней плоскости. Укажем эти параметры и подтвердим команду. А далее необходимо выполнить вырез в детали в соответствии с чертежом. Для этого создадим новый эскиз на плоскости спереди. Добавим окружность диаметром 42 мм концентрично малому отверстию. И вызовем команду «Вырез вытянуть». Особенностью команды является наличие трех граничных условий. «Насквозь» выполняет вырез от плоскости через всю деталь в одном направлении. «Насквозь» оба направления. Выполняет вырез через всю деталь в обоих направлениях. До следующей. Выполняет вырез до тех пор, пока элемент полностью не выйдет из твердого тела. Выполним вырез шириной 16 мм от средней плоскости. Отлично, деталь готова. Для создания элементов «Повернутая побышка» и «Повернутый вырез» также необходим всего один эскиз. Помимо уже известных требований по элементам вытягивания, напомню, эскиз должен иметь только замкнутые, не пересекающиеся контуры и не допускается наличие петель, в которых пересекаются три и более элементов эскиза. Эскиз повернутых элементов не должен пересекать ось вращения элемента. В качестве оси вращения может выступать любой прямолинейный объект эскиза. Это может быть объект эскиза «Линия» или «Осевая линия». Вызвать команды можно из меню «Вставка», «Бобышка основания», «Повернуть» и «Вставка», «Вырез», «Повернуть». Или в менеджере команд, переключившись на вкладку «Элементы» и выбрав команды «Повернутая бабышка» и «Повернутый вырез». Особенностью команды «Повернутый вырез», как и «Вытянутый вырез» является то, что применять ее можно только к имеющемуся твердому телу. Пока в модели нет твердых тел, команда будет недоступна. Вызовем команду «Бобышка повернуть» и укажем эскиз для создания элемента модели. После вызова команды открывается менеджер свойств с параметрами элемента. Рассмотрим основные из них. В окне «Ось вращения» необходимо указать объект эскиза, являющийся осью вращения данного элемента. Обратите внимание, что если в эскизе имеется единственная осевая линия, SolidWorks автоматически назначит ее в качестве оси вращения элемента. Это очень удобно и ускоряет работу с элементом. На вкладке «Направление 1» укажем следующие параметры. Граничные условия. Для этого параметра возможны следующие варианты. На заданное расстояние. Укажите конкретное значение угла поворота элемента. Для того, чтобы изменить направление элемента, нажмите эту кнопку. При необходимости включите параметр «Направление 2», чтобы повернуть элемент во втором направлении. До вершины. Укажите вершину твердого тела или точку эскиза, до которой необходимо повернуть элемент. До поверхности. Укажите грань или поверхность, до которой необходимо повернуть элемент. На расстоянии от поверхности. Укажите грань или поверхность и расстояние от этой поверхности, на котором закончится поворот элемента. Средняя плоскость. Укажите конкретное значение для размера поворота элемента. Элемент будет повернут симметрично плоскости эскиза. Посмотрите на чертеж запорного шара. По чертежу нам необходимо создать тело вращения на полный оборот контура. Выберем граничное значение на заданное расстояние. И укажем величину 360 градусов, что будет являться полным оборотом. Подтвердим команду. Далее необходимо выполнить вырезы в детали в соответствии с чертежом. Для начала необходимо выполнить отверстие в сфере. Для этого создадим эскиз на плоскости сверху. И воспользуемся элементом повернутый вырез. Далее выполним лыски на верхней цапфе детали. Для этого создадим эскиз на торце верхней цапфы в форме прямоугольника. Одна сторона прямоугольника равняется 40 мм. Вместо второго размера добавим касательность кромки цапфы. Касательность необходима для того, чтобы при редактировании детали сторона прямоугольника в любом случае равнялась бы значению диаметра вала. Вызовем команду «Вырез вытянуть» на глубину 50 мм от плоскости эскиза. Для того, чтобы удалить металл не внутри эскиза, а снаружи, в менеджере свойств поставим галочку напротив параметра «Переставить сторону для выреза». Подтвердим команду. Отлично, деталь готова. Помимо фасок и скруглений, создаваемых в эскизе, мы можем применять эти команды и для кромок твердых тел посредством вызова одноименных команд. В чем отличие между созданием фасок и скруглений в эскизах и в элементах 3D-модели? Во-первых, когда мы создаем фаски и скругления как отдельную команду, нам в дальнейшем будет проще редактировать 3D-модель, менять величину значения элементов, добавлять дополнительные компоненты к элементу или наоборот исключать их. Во-вторых, в случае добавления фасок и скруглений в качестве отдельных элементов, мы не ограничены плоскостью эскиза и можем работать в трехмерном пространстве. Для вызова команды скругления перейдите в меню «Вставка», «Элементы», «Скругления». Или в менеджере команд переключитесь на вкладку «Элементы» и вызовите команду «Скругление». При этом откроется менеджер свойств, в котором необходимо указать следующие параметры. Тип скругления. Всего существует 4 типа скругления. Скругление с постоянным радиусом. Скругляет все кромки постоянным радиусом. Скругление переменного радиуса. Значение радиуса скругления может изменяться по контуру скругления. Скругление грани. Добавляет элемент скругления между двумя гранями. Полное скругление. Добавляет элемент скругления между тремя гранями, при этом удаляя одну из них. В рамках базового курса мы рассмотрим только скругление с постоянным радиусом. Далее укажите величину радиуса скругления в окне «Параметры скругления». В окне «Скруглить элементы» укажите кромки или грани твердого тела, которые необходимо скруглить. Обратите внимание, что при выборе грани скругляются все кромки этой грани. По условиям задачи добавим скругление радиусом 2 мм на этих кромках. Включите параметры линии перехода, чтобы действие элемента распространялось на все касательные кромки. А также скругление радиусом 5 мм по наружному контуру детали. Для вызова команды «Фаска» перейдите в меню «Вставка», «Элементы», «Фаска». Или в менеджере команд, переключившись на вкладку «Элементы», вызовите команду «Фаска». При этом откроется менеджер свойств, в котором необходимо указать следующие параметры. Для начала выберите тип «Фаски». В рамках базового курса рассмотрим наиболее распространенный вариант. Это угол расстояния. Укажите грани, кромки или вершины, которые необходимо притупить фаской. Затем добавьте размер катета и угла наклона фаски. Для нашей детали создадим фаски размером 1 под 45 градусов для 4 отверстий. Сознакомство с элементами по траектории. Это могут быть бобышки или вырезы. Как следует из названия, данные элементы образуются путем перемещения эскиза сечения по траектории. Для данных элементов необходимо не менее двух эскизов. Это эскиз сечения, требования к которому такие же, как и для эскиза вытянутой бобышки. Напомню, эскиз должен иметь только замкнутые, не пересекающиеся контуры. При этом не допускается наличие петель, в которых пересекаются 3 и более объектов эскиза. А также эскиз траектории, который должен быть единой, непрерывной, замкнутой или разомкнутой цепочкой объектов эскиза. Наличие петель, в которых пересекаются 3 и более объектов эскиза, также недопустимо. Вызвать команды можно из меню «Вставка», «Бобышка основания» по «Траектории». И «Вставка», «Вырез по траектории». Или в менеджере команд, переключившись на вкладку «Элементы» и вызвав команды «Бобышка по траектории» и «Вырез по траектории». Особенностью команды «Вырез по траектории», так же как и команды «Вытянутый вырез», является то, что применять ее можно только к имеющемуся твердому телу. Пока в модели нет твердых тел, команда будет недоступна. Рассмотрим пример работы с командой «Бобышка по траектории» на детали «Шплинт». Посмотрите на экран. Мы имеем два эскиза, один из которых – это сечение профиля детали, а второй – наружный контур детали, который будет использоваться как направляющая для элемента по траектории. Вызовем команду «Бобышка по траектории». В менеджере «Свойств» в окне «Профиль и направление» укажем профиль сечения, а также направляющую и подтвердим команду. Отлично, деталь готова. Если вам необходимо создать элемент с профилем сечения, который является окружностью, вы можете не создавать для него отдельный эскиз, а ограничиться эскизом направляющей. После чего вызвать команду «Бобышка по траектории» и в менеджере «Свойств» выбрать параметр «Круговой профиль». Диаметр окружности сечения необходимо указать в соответствующем окне менеджера «Свойств». Пусть он равняется 6 мм, а затем выбираем эскиз направляющей. Подтверждаем команду, и элемент по траектории готов. Естественно, при проектировании детали машиностроения возникает необходимость использования резьбовых соединений. Если вы не собираетесь использовать 3D-модель детали для последующего создания управляющей программы для станка с ЧПУ, то нет необходимости создавать реалистичную модель резьбы в детали. Давайте посмотрим, что SolidWorks может предложить в плане работы с резьбовыми деталями. Предположим, мы имеем деталь Bolt M8 длиной 40 мм. Длина резьбовой части болта 22 мм. Для отображения резьбы на 3D-модели существует команда «Условное изображение резьбы». Вызвать команду можно из меню «Вставка», «Примечание», «Условное изображение резьбы». В менеджере свойств настроим следующие параметры. Если вы используете стандартизованную резьбу, то выберите значение ISO в качестве стандарта резьбы. Он наиболее точно соответствует российскому ГОСТу. В графе «Тип» есть два варианта. Значение «Машинная резьба» соответствует метрической ГОСТовской резьбе. Или значение «Прямое трубное отверстие» для трубной резьбы. В выпадающем меню «Размер» выберите необходимую резьбу. При этом внутренний диаметр резьбы отобразится как справочная величина без возможности корректировки. Или выберите значение «Нет» для параметра «Стандарт» для того, чтобы задать внутренний диаметр вручную. Затем выберите круговую кромку детали, от которой будет начинаться резьба. Укажите длину резьбовой части. Здесь существует несколько вариантов. До следующего. Резьба распространяется на всю поверхность цилиндра. Через. Резьба распространяется от выбранной кромки на всю деталь. На заданное расстояние. Укажите конкретный размер резьбовой части. Выберем вариант на заданное расстояние и укажем размер 22 мм. После чего подтвердим команду. На 3D-модели появится текстура, имитирующая резьбу. Но кроме того, в плоскости выбранной круговой кромки появится окружность диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы. Теперь обратите внимание на дерево конструирования. Выберите элемент, для которого создавалась резьба. В данном случае это «Бобышка вытянуть 2». И раскройте его структуру, нажав на стрелку слева от элемента. В абсорбированных элементах появится условное изображение резьбы. Так же, как и остальные элементы, его можно скрыть, удалить или отредактировать определение. Добавить условное изображение резьбового отверстия можно, используя ту же команду, что и для внешней резьбы. Или с помощью специального элемента 3D-модели, который называется «Отверстие под крепеж». С помощью этого инструмента можно создавать не только резьбовые, но и гладкие отверстия, а также отверстия с зенковками или цыковками. Рассмотрим пример создания резьбового отверстия на детали кронштейн. По условиям задачи необходимо создать 4 резьбовых отверстия M16 с глубиной резьбовой части 30 мм, расположенных по размерам, указанным на чертеже. Вызовем команду «Отверстие под крепеж». Для этого перейдите в меню «Вставка», «Элементы», «Менеджер отверстий» или в менеджере команд переключитесь на вкладку «Элементы» и выберите команду «Отверстие под крепеж». Выберем тип отверстия «Метчик». В качестве стандарта выберем ISO, так как он наиболее соответствует ЕСКД, и укажем размер требуемого отверстия. Под параметром «Размер» находится диаметр отверстия под резьбу. При необходимости его можно откорректировать, если включен параметр «Отобразить настраиваемые размеры». Далее укажем граничные условия для глубины отверстия. Граничные условия аналогичны тем, что мы указывали для вытянутых бобышек и отверстий, за исключением условия на заданное расстояние. Здесь есть один нюанс. В этом случае мы указываем не только глубину всего отверстия, но и глубину резьбовой части. Глубина резьбы, как я уже говорил, должна равняться 30 мм, а глубина всего отверстия пусть равняется 40. Теперь включим параметр «Передняя зенковка» для того, чтобы добавить заходные фаски под резьбу. Так как шаг резьбы 2 мм, то размер заходных фасок будет 2 под 45 градусов. Но в инструменте необходимо указать диаметр зенковки, поэтому к внутреннему диаметру резьбы прибавляем 2 раза значение катета фаски и получаем 18 мм. Укажем это значение. Угол оставляем 90 градусов. Затем переключимся на вкладку «Расположение» и выберем грань детали, на которой будет располагаться отверстие. Далее Solidworks сразу включает инструмент эскиза «Точка» для добавления отверстий. Давайте на время выключим его, нажав клавишу «Escape» на клавиатуре, и сначала создадим вспомогательные линии эскиза. Выберем объект эскиза «Прямоугольник из центра» и создадим прямоугольник по размерам чертежа. Как вы видите, в центре прямоугольника программа добавила точку, а в режиме «Отверстие под крепеж» точки создают отверстие в детали. Необходимо удалить лишнее отверстие. Далее выберем инструмент «Точка» и создадим 4 интересующих отверстия, после чего можем подтвердить команду. Добавим разрез, смещенный на 27 мм от плоскости справа, для проверки созданных отверстий. Отлично, деталь готова. А теперь рассмотрим такие элементы 3D-моделей, как массивы. Массив – это набор элементов, копий прототипа, расположение которых подчиняется определенному закону. В SolidWorks существует несколько видов массивов – линейный, круговой, массив, подчиняющийся эскизу, массив по траектории и другие виды массивов. Наиболее распространены из них линейный и круговой массивы, их мы и рассмотрим подробнее. Оставшиеся виды массивов будут рассмотрены на продвинутом курсе. Линейный массив создает копии прототипа по двум направлениям. Для создания линейного массива необходимо вызвать команду из меню «Вставка», «Массив зеркала», «Линейный массив». Или в менеджере команд, переключившись на вкладку «Элементы», вызовите команду «Линейный массив». В появившемся окне менеджера свойств необходимо указать направление, шаг и количество элементов массива. По условиям задачи нам необходимо создать зубчатую рейку поршень, которая будет иметь 6 зубьев с шагом 18-85 мм. В качестве направления можно выбрать одну из прямолинейных кромок 3D-модели, направление которой совпадает с требуемым. В окне «Функции играния» выберем необходимые нам элементы. Затем укажем интересующий нас шаг. И количество экземпляров массива. Так как в качестве прототипа элементов массива была выбрана впадина, а для получения 6 зубьев необходимо создать 7 впадин, то именно такое количество и укажем в параметрах массива. И подтвердим команду. Массив зубьев в рейке поршня готов. Отлично, а теперь рассмотрим, как создавать линейный массив по двум направлениям. Наша задача – выполнить отверстие в крышке гидропривода в соответствии с представленным чертежом. Для начала вызовем команду «Линейный массив». В качестве направления массива укажем стороны крышки. Затем выберем элементы модели для создания массива. Интересующее отверстие выполнено двумя операциями. Соответственно, оба этих элемента необходимо добавить в массив. Далее укажем шаг и количество экземпляров по каждому из направлений. При необходимости изменить направление массива нажмите на эти кнопки. Как видите, SolidWorks создал девятое отверстие в середине детали. По условиям задачи это отверстие отсутствует. Для того, чтобы убрать его из массива, добавьте это отверстие в окно «Пропустить экземпляры». Подтвердим команду и деталь готова. Круговой массив создает копии прототипа вокруг какой-либо оси. Для создания кругового массива необходимо вызвать команду из меню «Вставка», «Массив зеркала», «Круговой массив». Или в менеджере команд, переключившись на вкладку «Элементы», вызовите команду «Круговой массив». В появившемся окне менеджера свойств необходимо указать ось кругового массива. В качестве оси может выступать любой элемент вращения, а также временные оси или линии эскизов. Пускай в качестве оси выступят внутренние отверстия и детали. В окне «Функции играния» выбираем необходимые нам элементы модели. Выбор можно производить как непосредственно с рабочего поля, так и из дерева конструирования, раскрыв его справа от менеджера свойств. Добавим к массиву отверстия, созданное элементом «Вырез повернуть 1». Кроме этого, необходимо указать количество экземпляров. В нашем случае пусть будет 8 отверстий. А затем давайте настроим шаг между экземплярами. Это можно осуществить двумя способами. Способ первый, при котором параметр «равный шаг» включен. В этом случае необходимо указать угол между первым и последним экземплярами, а все промежуточные экземпляры будут распределены равномерно между ними. Второй способ, при котором параметр «равный шаг» выключен. Тогда шаг указывается между двумя соседними экземплярами. В нашем случае предпочтительнее воспользоваться первым вариантом, так как по замыслу проекта определяющим размером является не шаг между элементами, а условие равномерного заполнения отверстий по периметру детали. Если какие-либо копии элемента необходимо пропустить, укажите их в окне «Пропустить экземпляры». Осталось подтвердить команду, и круговой массив готов. Как вы помните из третьего урока, в эскизе тоже существует такой инструмент, как массивы. Так в чем же отличие между массивом в эскизе и массивом элементов? Массив элементов более функциональный инструмент, способности которого гораздо шире. В некоторых случаях функционала массива эскиза просто недостаточно для получения результата. В качестве примера рассмотрим деталь «Маховик». Нам необходимо создать круговой массив спиц, соединяющих обод маховика со ступицей, а также выступов на ободе маховика. Вызовем команду «Круговой массив» и укажем элементы для создания массива. Не забудем добавить скругление к элементам массива. Далее укажем ось массива, в качестве которой выберем круговую кромку ступицы. Затем выберем параметр «Равный шаг» и укажем угол массива 360 градусов. Количество экземпляров массива пускай равняется 3. Подтвердим команду. Теперь остается только выполнить вырез в ступице по эскизу 5, и деталь готова. Зеркальное отражение элементов тоже является своего рода массивом. Для вызова команды перейдите в меню «Вставка», «Массив зеркала», «Зеркальное отражение». Или в менеджере команд переключитесь на вкладку «Элементы» и выберите команду «Зеркальное отражение». В появившемся окне менеджера свойств укажите плоскость, относительно которой будет происходить отражение элементов. В нашем случае необходимо отразить левый фланец детали относительно плоскости спереди. Затем укажем сами элементы или грани, которые необходимо отразить. Для отражения фланца детали выберем элементы «Повернуть 1» – это сам фланец. Затем элемент «Скругление 3» – это литейные скругления на стыке фланца и трубы. Далее выберем два выреза. Вырез «Вытянуть 3» и вырез «Вытянуть 4». Это отверстие во фланце и подрезка с обратной стороны фланца. А также элемент «Кругового массива», чтобы отразить все экземпляры отверстий. Подтверждаем команду и трубопроводный тройник готов. Отлично! Мы познакомились с основами создания геометрии деталей в SOLIDWORKS. Для закрепления полученных навыков необходима практика и еще раз практика. Но наши базовые знания о деталях в SOLIDWORKS были бы неполными, если бы мы не научились добавлять материал к созданной детали. Но для начала давайте определимся, для каких целей необходимо добавление материала. На первых порах нас больше всего будет интересовать вычисление массы деталей и сборочных единиц. Так как разные материалы обладают разной плотностью, то выбрав определенный материал, плотность этого материала назначается для нашей 3D-модели. А имея объем детали, SOLIDWORKS без труда получит значение массы, перемножив эти два параметра. Чуть позднее вы научитесь выполнять различного рода инженерные анализы, и тогда вам понадобятся и другие свойства материалов. А сейчас попробуем создать новый материал и выбрать его в качестве материала нашей детали. В дереве конструирования нажмем правой кнопкой мыши на элемент материал. В выпадающем меню будут представлены часто используемые материалы. Если среди них нет материала, интересующего вас, выберите пункт редактировать материал. Откроется новое окно редактирования материала детали. В левой части будут представлены библиотеки материалов SOLIDWORKS. В папке SOLIDWORKS MATERIALS представлены стандартные материалы SOLIDWORKS. В эту папку мы не сможем добавить новый материал. Создавать собственные материалы мы можем в папке настроенный пользователь материал. Давайте попробуем добавить материал в сталь 20. Для начала откроем папку SOLIDWORKS MATERIALS и скопируем материал простая углеродистая сталь. Далее нажмем правой кнопкой мыши на папку настроенный пользователь материал и выберем пункт меню новая категория. Назовем ее стали качественные. Затем нажмем на вновь созданную папку правой кнопкой мыши и выберем команду вставить. После чего в папке появится компонент простая углеродистая сталь. Переименуем его в сталь 20 по ГОСТу 1050 2013 года. В правой части экрана появится несколько вкладок с параметрами материала. На вкладке свойства необходимо указать свойства материала из конструкторского справочника. Далее переключимся на вкладку внешний вид, где мы можем выбрать текстуру для материала. Затем перейдем на вкладку штриховка и отредактируем штриховку материала в соответствии с требованиями ЕСКД. Так как в предложенных вариантах отсутствует ГОСТ, то нам подойдет вариант по стандарту ISO для стали. Ну и напоследок перейдем на вкладку часто используемые и нажмем кнопку добавить, чтобы наш материал отражался в часто используемых материалах. Создание материала на этом закончено. Нажмем кнопку сохранить. А для того, чтобы применить материал в детали, нажмем кнопку применить. SolidWorks обладает набором инструментов для анализа 3D модели. К ним относятся определение размеров элемента, а также определение массовых и объемных характеристик. Для вызова команды «Измерение размеров модели» выберите пункт меню «Инструменты», «Вычислить», «Измерить». Или в менеджере команд переключитесь на вкладку «Анализировать» и выберите инструмент «Измерить». Откроется дополнительное окно, в котором необходимо выбрать элементы, между которыми необходимо измерить расстояние. Они подсветятся на рабочем поле, и программа выдаст значение. Абсолютное и по трем осям. Если выбрать две окружности или цилиндрические поверхности, то можно уточнить, какое именно расстояние нас интересует. Существуют следующие варианты. От центра к центру – минимальное расстояние, максимальное или настроенное пользователем. Для измерения площади или периметра выберите все необходимые поверхности. Значение отразится в окне результатов. Для определения массовых характеристик вызовите команду «Инструменты», «Вычислить массовые характеристики». Или в менеджере команд переключитесь на вкладку «Анализировать» и выберите инструмент «Массовые характеристики». В появившемся окне выводится такая информация о модели, как плотность, масса, объем, площадь поверхности, координаты центра тяжести и прочие характеристики.